На первые дни сюда приехали квартиреры. Сегодня заранее в палатках начали размещаться члены делегации, представники студентской рабочей молоди. В первые часы они еще держатся в межах своих палаточных лагерей, но всем это понятно, что это ненадолго. В предыдущие годы было очень много моих сверстников, знакомых. Тоже очень нравился им этот фестиваль. Я жду этого фестиваля, как и в остальные годы, положительных эмоций, новых знакомств. Потому что это фестиваль, на котором встречаются дружественные народы, дружественные государства. Это очень важно на данный период времени. Я думаю, что тоже этот фестиваль пройдет в дружественной, достаточно хорошей обстановке. Семинары, тренинги для волонтеров, самые первые из десятков заполненных мероприемств. Сегодня книга молодежного лагеря дружбы. Формы проведения розные. Неди белорусы, разум с россиянами, завязанные влачем, операторные пирожходы. Неди просто рассказывают о себе и властных планах. Олег Головный, это усюда однольковая, да помочь наладить контакты и литерально ликвидовать границы помежду народами. В этом году мы такое новшество ввели, что именно акцент сделали на семинарах и тренингах в рамках этого форума. Потому что и Российская Федерация приехала, будет обмениваться опытом. И нашим волонтерам есть с чем поделиться. Программа молодежного лагеря «Дружба-2018» различена на два дней. Организаторы кажут, что имкнулись улишить интересы у всех удельников. Починаючи с проведения молодежного флешмоба, конкурса молодежных рекордов и интеллект-марафона, до спортивных споборниц и эко-туристичной эстафеты с посвящением у зеленой рыцарей и зеленой дамы. Неогдейте, засушливые на дворе, в огнище у лагеря вырешили не заборонять. Уреште, вся эта территория постоянно контролируется воротовальниками. Буде и огольный костер «Дружба», здоровые для его организаторы нарыхтовали загодя. История молодежного форума славянских народов, наличивая около 50-ти годов, за минулый час изменилась и не только местопроведение, а и формат. Мероприемство стало не таким массовым и окраней, а не при этом заховалось и головное молодежный лагерь, раннейшим сприяя умоцованию «Дружбы». Массово, прежде всего, было, наверное, отличие. Но все остальное, мне кажется, что мы за это время усовершенствовали, в частности, вот саму атмосферу. Мы сделали более лаконичной и более, наверное, приземленной к тем проблемам молодежи, которые приезжают и обмениваются своим опытом, своими эмоциями, своим настроением. Мы, старшее поколение, люди, представляющие различные ветви власти, сейчас должны создавать такие условия, чтобы те добрые традиции, которые были сформированы нашими предшествующими поколениями, нашими предками, чтобы они передавали, чтобы молодежь впитывала, видела общение старшего поколения, видели добрые традиции. Мы открыты для дружбы и российская сторона, и белорусская сторона. Мы рады видеть друг друга. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, Телерадо, компания Гомель.